28 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК сделал глупейшее заявление, которое можно по своей тупости смело записывать в книгу рекордов Гиннеса. Так, горе-политик с искушением заявил, что выступая за то, чтобы Ханкенди в переговорах представляла Армения, Азербайджан якобы фиксирует, что Нагорный Карабах является ее частью. Далее Пашинян начал повторять свою заедшую пластинку о том, что карабахскую проблему невозможно решить без властей Нагорного Карабаха. Продолжая лить глупости одно за другой, революционер в кепочке попытался приплести каким-то образом международное сообщество, якобы оно признает Нагорный Карабах частью Армении. «Если это так, то давайте констатируем это и пойдем вперед», — отметил Пашинян. Трудно представить в мировой истории заявлений, схожих по глупости с изречениями премьера Армении. Во-первых, позиция Азербайджана в отношении урегулирования Карабахского конфликта ясна и непреклонна. Ереван должен вывести свои войска из оккупированных территорий, что и подразумевает четыре резолюции Совета безопасности ООН. Во-вторых, ограниченный умом Пашинян, видимо, не знает значения выражения «армяно-азербайджанский конфликт». Для особо одаренных это конфликт между Арменией и Азербайджаном, то есть он не предполагает какой-либо третьей стороны, о чем так упорно настаивает новоиспеченный политик. В-третьих, международное сообщество как раз таки признает территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах. Независимость в кавычках Нагорного Карабаха не признана ни одной страной-членом ООН, кстати, в том числе и Арменией. Ни одна страна мира за весь период оккупации не признавала и не признает никакие выборы на оккупированных территориях. Так что нет, господин Пашиньян, завязывайте с идеей давать интервью. Не ваше это дело.